Дорогие коллеги, друзья, мы продолжаем курс по психологии и искусства, и сегодняшняя наша тема – психоанализ. Психоанализ вообще занимает очень сложное положение среди дисциплин, посвященных человеку, потому что его статус как науки до сих пор оспаривается. Есть противники психоанализа, науковеды, которые говорят о том, что это скорее терапевтическая практика, это скорее определенное количество манипуляций, определенный способ работы с психикой внутри некоторого диалога, но не наука. Потому что наука подразумевает такие свойства, как общая обязательность выводов, как доказательство из каких-то общепринятых аксиоматических предпосылок, как возможность поставить эксперимент, и главное, как создание некоторой объективной квалификации. То есть ученый, он становится ученым благодаря прохождению некоторых объективных экзаменов, знает он или не знает, умеет или нет, ставит ли он эксперимент или нет. То есть ученый доказывает свою профессиональную пригодность, что он ученый, путем подтверждения своей работы с объективной истиной и с объективным миром. Психоанализ подразумевает, что квалификационный экзамен устроен по-другому. То есть, чтобы стать психоаналитиком, нужно самому пройти психоанализ, самому стать анализантом. И психоаналитиком может стать только тот, кто прошел такое посвящение. Поэтому противники психоанализа часто уравнивают психоанализ с религиозными практиками, с какими-то формами терапии или даже вообще с риторикой, с разного рода способами убеждения и самоубеждения. Глагоцкий тоже, когда критиковал психоанализ, обращал внимание на некоторые риторические его моменты. Ну, например, в риторике принято сводить какое-то многообразие случаев к некоторому общему знаменателю, к некоторому общему показателю, что стоит за множеством случаев, какое какое-то общее место за ними кронится. Точно так же и психоанализ настаивает на том, что комплексы, неврозы, то они на самом деле стоят за всем многообразием нашей психической жизни. И психоанализ исходит из того, что желание, либидо, порыв, то есть влечение, то есть некоторая первоначальная биологическая функция определяет систему значений, то есть то, как человек мыслит себя, как обозначает свои поступки, как считывает себя. Так и риторика исходит из того, что нужно желание, например, желание оправдать человека на суде или желание добиться власти у кого-то политического оратора или желание обеспечить благополучие стране, оно и порождает все многообразие риторических форм. То есть такое сближение психоанализа с риторикой, оно не раз возникало, ну, например, можно указать на современную французскую исследовательницу академика Барбару Кассен, которая дружила с Лаканом, и целый ряд работ, которые посвящены сравнению психоаналитических стратегий и риторических, что и там, и там в центре стоит желание, и там, и там язык понимается как перформативный, причем перформативность обращена и на самого говорящего, то есть язык понимается не как средство общения, а как средство высказывания или навязывания желания, и там, и там, и в риторике и в психоанализе используются разного рода метафоры, фигуры, никакой образ не понимается прямо, то есть там колонна будет означать фаллос, там, или что-то еще, и в этом смысле, как в риторике, допустим, начинают говорить, что вот посмотрите на карту страны, как наша страна величествует, то есть используют разного рода метафоры, подразумевания, точно так же и психоанализ, например, трактует сновидение, как некоторую метафору, как нечто, из чего потом уже следует весь мир нашего воображения. Ну и риторика, и психоанализ, как видите, они в центр нашего опыта ставят воображение, то есть способность представлять отсутствующее как присутствующее, и, по сути дела, говорят о конфликте воображения и фантазии. То есть фантазия, изобретательство, она порождает фантазмы, призраки, неврозы, слово фантазм в психоанализе однозначно означает что-то невротическое, некие призраки, недолжные представления, второе, как воображение, как некоторая активная деятельность нашего сознания, должно справиться с фантазмом, должно переключить их к некоей благополучной психической жизни. Значит, ну, конечно, мы постепенно будем сегодня разбираться с тем, как устроены психоаналитические методы, и, главное, каким образом он применяется к искусству. Значит, смотрите, конечно же, психоанализ – это, прежде всего, детище Зигмунда Фрейда, в этом смысле это вполне авторский проект, и, напоминаю, годы жизни Зигмунда Фрейда, 1856-1939, жил он в Вене, а последние годы, разумеется, провел в эмиграции в Лондоне. Часто ученимыслители XX века делят на ранних и поздних. Например, говорят о раннем Витгенштейне и позднем Витгенштейне, или раннем Хайдегере и позднем Хайдегере. И при этом подразумевается, что обычно у позднего мыслителя картина философская усложнит. То есть на раннем периоде, в ранний период, каждый мыслитель какой-то один принцип, какую-то одну идею выделяет, и эта идея потом начинает следовать, везде ее находит. Ну, например, у раннего Витгенштейна это была идея того, что язык – это мера мира. То есть язык задает границы нашего позднего. А в поздний период появляется такая множественная картина, такая плюральность, множественность. Ну, например, поздний Витгенштейн настаивал на том, что есть не один какой-то язык, как некоторая семиотическая система, но есть разные языковые игры. То есть, что мы считаем реальностью, что мы считаем внутренней жизнью, что мы считаем истиной, зависит от того, какую именно языковую игру мы сейчас играем. Точно так же разделяют, например, раннего и позднего Хайдегера. Что ранний Хайдегер настаивал на том, что на чисто экзистенциальной программе, на том, что есть некоторое «дазайн», здесь «бытие», такое наличное «бытие», которое предшествует всякому нашему опыту бытия, всякой субъективности и конструирует нас. То есть, как языку Витгенштейна, так и «дазайн». То есть, некий принцип, предшествующий субъекту, объекту и самому бытию, как-то конструирует весь наш опыт бытия. Тогда как поздний Хайдегер настаивает на том, что мы постоя, что на самом деле в центральном является не бытие, а событие, нечто случившееся, «райгнес», как он говорит, то есть вдруг возникшее и вдруг ставшее частью нашего опыта, что такая событийность множественная, что она каким-то образом нас меняет, ставит в просвет. И язык – это способ справиться с этой вот постоянно такой мелькающей, вспыхивающей, как молния, событийностью. Язык – это дом бытия, то есть то, что позволяет хоть как-то справиться с этой вот внезапностью событийных предметов. То есть обычно мыслитель на раннем этапе говорит о чем-то одном, о некотором одном каком-то принципе, он такой монома, а на позднем этапе он говорит о множественности, о том, что истина, она существует во множественном числе. Это был такой английский интеллектуал русско-еврейского происхождения Исаия Берлин, и который, значит, выдвинул идею, которая заимствовала за античной басней, о том, что есть мыслители ежи и мыслители лисы. Что еж у него только одна хитрость – то есть свернуться к луком и сопротивляться, в то время как лиса, она знает множество хитростей. И, как бы сказать, чья стратегия лучше невозможна. И в этом смысле он, например, изучает, говорит Ольга Толстом, что это такой колеса с душой ежа, что Толстой изображал многообразие мира, его сложность. Тем не менее, в конце концов, он настаивал на некоторой одной идее, которую, в общем-то, очень трудно передать словами. То есть некоторые идеи, некоторые, что жизнь – это и есть истина. И эта идея его сопровождала с самого начала. То есть, на самом деле, между ранним и поздним периодом часто как раз противоречия не бывает, но для удобства мы именно делим на период. Творчество Фрейда тоже принято делить на раннего и позднего Фрейда. И здесь как раз при чтении Выгутского нужно учитывать, что по большей части Выгутский обсуждает именно ранний Фрейд, то есть наиболее знаменитые и в чем-то скандальные его работы, вроде толкования сновидений. И вот как раз, ну, в чем тут различие. Что ранний Фрейд исходит из так называемой топики. То есть, что есть некое бессознательное, которое занимает значительное место нашего сознания. И очень многое из того, что мы принимаем за деятельность сознания, является на самом деле эффектом бессознательного. Здесь Фрейд поступает как критический мыслитель, потому что любая критическая теория, будь то в виде марксизма, или фрейдизма, или шанства, любой такой критической философии последних 150 лет, любая такая теория настаивает на том, что то, что мы принимаем за нашу, как бы искреннюю настоящие мысли, на самом деле может быть внушено. И так и у Фрейда, что то, что нам кажется нашим подлинным переживанием, нашим неким искренним отношением ко всему происходящему, на самом деле является эффектом бессознательного, а то, что это действует бессознательно, это проявляется в конфликтах, что у нас есть определенные комплексы, неврозы, определенная неуживчивость самими себя, то есть в конечном счете мы вскрываем это противоречие в самом опыте нашего бессознательного. Фрейд, разумеется, говорил и о травматическом опыте, и для него как раз существенным стал опыт Первой мировой войны. И как раз после Первой мировой войны он в 1818 году читает лекции по введению в психоанализ, которая как раз уже говорит фактически о посттравматическом стрессовом расстройстве, воевавших на полях Первой мировой, о том, что существует травма, то есть это действие бессознательного, которое было нами вытеснено, и которое дает о себе знать на соматическом, то есть на телесном уровне. Есть, кстати, мое изложение в виде аудиокниги «Введение психоанализ Фрейда», там вы можете как раз его послушать, это такая аудиокнига на час. Мой пересказ введения бессознательное на сайте издательства СТ, и там вы можете подробнее узнать о понимании Фрейда посттравматического стрессового расстройства. И, конечно же, здесь нужно учитывать, как следует понимать слово «травма», потому что очень часто травму понимают слишком узко, называя так просто свои переживания, что вот я пережил или пережила что-то страшное, и вот теперь у меня травма. На самом деле травма, по большей части, проявляется бессознательно. То есть, например, человек, переживший какую-нибудь травму, ну, например, какого-нибудь насилия в детстве, он, допустим, может считать, что он вполне нормален, что он вполне функционален, не видит в себе травму, но в действиях эта травма будет проявляться. Например, человек в конфликте, часто увольняется с работы или его увольняют. То есть, мы можем по каким-то косвенным признакам, по каким-то странностям жизни человека понять, что он травмировал. И чаще всего травма проявляется не открыто, как какое-то там волнение, повышенный страх, как какая-то такая прямая боязнь, а скрыто. То есть, человеку кажется, что он ничего не боится, но на практике ведет себя достаточно трусливо. Человеку кажется, что он добрый, так как всем расположенный, и не конфликтный, но на практике он ведет себя более чем конфликтный. И вот такой травматический опыт, он весьма чистотен, и Фрейд им тоже занимался. Но более поздний Фрейд, а поздний Фрейд, например, с 1920 года, с работы по ту сторону принципа удовольствия, он выбирает другую модель. Для него бессознательная начинает иметь структуру. И эта структура, например, для него включает «я», сверх-я и «оно». То есть «я» – это некоторое перволичное высказывание о себе. Вот «я», который действую, вот «я», который являюсь центром самосознания. Но также есть сверх-я, то есть инстанция контроля, то есть что уместно делать. И есть «оно», то есть некоторая вытесненная бессознательная часть, то есть некоторый безличный порыв. Эту модель иногда называют моделью интроекции, то есть как бы неких проекций. То есть, допустим, мы думаем, что это «я» этого хочу, а за нас это хочет наше сверх-я или «оно». И таких примеров, таких подмен можно привести много. Ну, например, там человеку кажется, что это «я», например, любой человек, идущий в магазин, ему кажется, что это «я» выбираю, что купить. Хотя ясно, что за него выбирает реклама. То есть, некоторая такая цензура сверх-я, что является нормативным. Или, например, люди говорят, что «я искренне хочу того-то», хотя человек хочет этого, потому что, допустим, он узнал об этом из романов, сериалов или рекламы. Как, допустим, дети говорят, допустим, мама говорит ребенку, «я хочу, чтобы ты там делал то-то и то-то». Маме кажется, что она искренне это хочет, лично, от лица своего «я». Тем не менее, на самом деле, за нее в некотором смысле хочет сверх-я, хочет некоторый социальный опыт, хочет нечто, что принято именно так хотеть. Равно как и значительная часть постыдных желаний, она вызвана вот этим вот «оно». То есть человек всячески себя уговаривает, что на самом деле его желание не постыдно, например, желание иметь деньги. Хотя на самом деле деньги – это тоже некая безличная субстанция, некие отбросы. Фрейд прямо сравнивает деньги с отбросами. И, в общем-то, влечение к деньгам – это то же самое, что, например, всякого рода завороженность отбросами, завороженность навозом. То есть разного рода попытка взять что-то такое гнусное и при этом им завораживаться. То есть это такой вот порыв некоего анонитрового, такой безличной инстанции влечений или желаний. И вот Фрейд, как главную проблему психической жизни человека, ставит вот эту проблему, что то, что мы принимаем за аутентичность нашу, за некоторое аутентичное действие нашей психики, что это «я хочу», «я желаю», «я стыжусь», «я думаю», на самом деле далеко не всегда производится именно нашим «я», поскольку в нашей психике есть в нашей психической жизни есть еще, по крайней мере, два начала. Вот. Ну и, допустим, известно, как вот часто люди искренне, например, верят в то, что говорит телевизор или то, что принято в их обществе и так далее. Или то, что считается социальной нормой. А человек воспринимает эту социальную норму уже как некий инстинкт. Например, говорят о каком-нибудь там инстинкте, там, я не знаю, какие-нибудь выражения встречаются, например, там, материнский инстинкт, хотя ясно, что норма материнства это социальный опыт, который передается из поколения в поколение. То есть, есть инстинкт сохранения своего тела и сохранения ребенка, но материнский инстинкт, то есть, это скорее гадус, то есть, это привычка действовать как мать, заботиться о ребенке именно по такой-то программе, по такому-то сценарию. И вот как раз Фрейд постоянно анализирует, как именно то, что мы принимаем за наше я, на самом деле это там не я. Например, часто мы говорим, я искренне ненавижу такого-то человека. Хотя, если мы начинаем разбираться, что оказывается, что это не мы его ненавидим, а некоторый, допустим, голос норма у нас, как говорит, что этот человек там ненормальный, или некий голос там зависти, или какого-то еще там такого оно безличного, какого-то такого желания, говорит, что вот этот человек делает не то. То есть, то, что мы принимаем за искренность, оно часто на самом деле является не искренним. Здесь Фрейдизм, он стал частью вообще современной критической теории. Как называют большое количество теорий, марксистских, фрейдистских и так далее, которые как раз должны показать, что то, что мы понимаем как некоторое наше аутентичное убеждение, как некоторую нашу искренность, как некоторую нашу подлинность, на самом деле является социальным, является результатом действия идеологии, или какого-либо еще социального внушения. Вот, например, Теодор Адорно, один из таких критических мыслителей, социолог знаменитый, он написал в свое время Филетон Жагурт подлинности, где как раз говорил, что там поэты вроде Рильки или философы вроде Хайдегера, они очень любят употреблять громкие слова, потому что им кажется, что это искренние слова. Вечность, красота, какие-то еще образы, то есть которые завораживают, которые кажутся таким вот непосредственным зеркало в душе. Но на самом деле он говорит, эти слова вполне идеологичны, они вполне подразумевают, например, избирательность, что кто-то там красив, кто-то некрасив, дискриминация, некоторое такое буржуазное потребительство, то есть на самом деле содержат вовсе не вечные истины или перволичные высказывания, а сложные такие, в общем-то просто моменты капиталистического такого китчевого потребления. Поэтому именно все, очень многое из того, что кажется искренним, оно китч. Ну, например, люди, простые люди любят посылать друг другу какие-нибудь мерцающие открытки в мессенджерах, какие-нибудь китчевые поздравления с Новым Годом поздравляем и счастливо вам желаем. Им это кажется непосредственным выражением своего «я», своей души, как будто это искренне все пережито, а на самом деле это вполне социально внутренне, да. Пожалуйста. Если человек пишет, допустим, у человека, то же не надо быть ничего. Нет, но это другое дело, это уже следование другим правилам. Точно и критическим, потому что ясно, что, например, считая другое, он всегда подразумевает определенное ограничение тебя. Поэтому мы выходим на одну из важнейших проблем в философии XX века, проблему другого, как в такого вот в чем-то ограничивающего тебя, но тем самым и принуждающего тебя как раз в некотором смысле к искренности. Потому что... И вот, ну, как вы помните, у Сартра ад это другие, потому что другие обладают некой принудительной силой. С ними нельзя не считаться, когда, допустим, нельзя не считаться, если к тебе обратятся, здравствуйте, нельзя сделать вид, что это не к вам, потому что то, что вы делаете, это тоже будет ответом, это тоже будет жестом. То есть не поздороваться в ответ это такой же жест, как поздороваться в ответ, так по-другому воспринимают. То есть здесь как раз, когда появляется другой, появляется момент принудительности. Ну, о другом мы можем поговорить. Спасибо, что вы задаете вопросы, потому что в результате мы сможем дальше двигаться в том числе и в связи психологии, искусства и философии. И далее у раннего Фрейда фактически существует одно понятие, это понятие три, то есть влечение или по-латыни либидо, которое понимается как некий пары и как некоторая биологическая энергия. В этом смысле ранний Фрейд он вполне биологичен, для него в общем-то человек является животным и прежде всего сначала реализует себя в качестве животного, а потом уже некоторая ментальная сфера надстраивается над этой животной сферой. Поздний Фрейд в этом смысле более рационалистичен и более антропологичен. В его уже версии там действуют некоторые ментальные установки. Ну, например, влечение для него распадается на эрос и тантос, то есть влечение к любви и влечение к смерти. И то, и другое реализует какую-то биологическую энергию, но мы можем сказать, что эрос, то есть влечение к жизни и любви созидателем, а тантос, то есть влечение к смерти и разрушению, разрушитель. То есть в этом смысле влечение перестает быть просто биологической энергией, а становится некоторым способом упорядочения некоторого, что называется, интенции, некоторого интенционального отношения, что ты считаешь жизнью и что ты считаешь смертью. Ранний Фрейд наиболее фундаментальным явлением психики называет принцип удовольствия, но это восходит, конечно, к позитивистскому учению о психической энергии, о накоплении ее разрядки. Принцип удовольствия это, по сути, дело стремление человека к тому, чтобы энергия психическая все время возобновлялась. То есть удовлетворить свое желание с целью постоянного возобновления психической энергии. При этом желание становится у него из личного таким вот безличным. То есть желание это почти такой энергетический природный принцип. Не столько я желаю, сколько некая энергия вокруг внутри меня оборачивается желанием. Поэтому все эти влечения, либидо, вся эта борьба за власть, борьба с отцом, за мать в одиповом комплексе, все это результат действия именно безличного желания. То есть некоторые структуры, устройства психики, до того, как в ней выделяется какое-либо личное начало. И Фрейд именно настаивал на том, что конфликты вроде эдипального конфликта, они появляются раньше, чем человек выстраивает свою личность. То есть, например, конфликт с отцом и влечение к матери появляются уже в первые, что называется, дни и месяцы жизни, когда ребенка берут на руки, еще до того, как ребенок осознает себя внутри некоторой системы, еще прежде, чем он учится называть, чего он желает и чего он не желает. То есть, это некая драматургия конфликтов. В этом смысле, ранний Фрейд, он очень театральный. И для него вот эта пантемимичность, такая драматургичность этих конфликтов вроде дипового комплекса, она предшествует любой сценографии и любому такому разумному вмешательству в происходящее. У позднего Фрейда удовольствие уже входит немножечко на второй план. Его интересуют другие вещи, такие, как скорбь, горе, депрессия или меланхолия, в чем, конечно, виден опыт Первой мировой войны. И здесь это принцип навязчивого повторения. То есть, что он называет работой скорби, работой горя или депрессия, не просто нечто грустное или нечто озадачивающее, а то, что постоянно напоминает человеку о его хрупкости. То есть, человек переживает какое-то горе, убеждается в своей хрупкости, в своей уязвимости, и тем самым переживание становится сильнее. Соответственно, задача аналитика остановить это навязчивое повторение, то есть, локализовать эту скорбь или депрессию. Что вот она соотносит только с тем-то предметом, и только в связи с этим предметом и может возникать. И в этом смысле для него это все явления социальные, и можно каким-то образом сконструировать сверхъя, то есть, инстанцию контроля так, что можно локализовать скорбь, то есть, не говорить о том, что скорбь это что-то такое тотальное или всемирное, потому что очень часто как раз человеку скорбящему или горюющему кажется, что весь мир испорчен, что скорбь его тотальный, как в романтике говорили в Эльчме, с мировая скорбь, то есть, согласно романтикам, поэт скорбит, поэт переживает, но именно потому, что сначала мир скорбит, то есть, мир устроен как-то неправильно, несовершенно, это несовершенство показывает его скорбь. Далее, конечно же, Фрейд критиковал существующие системы. Ранее Фрейд критиковал по большей части воспитание, то есть, говорил о том, что, по сути дела, реально существующее сейчас воспитание не учитывает стадии развития человека, так как поздний Фрейд начинает критиковать прежде всего как культуру, религию, то есть, самые важные социальные институты и показывает, как они создают некоторые иллюзорные идеалы и в конечном счете принуждают человека становиться в зависимости. Например, у него есть эссе недовольства культуры позднее, где он говорит о том, что культура она связана с постоянным пересмотром нормы, что человек и создает себе норму и потом следует, что он постоянно как бы интроицирует норму, делает ее своей, а следовательно в конечном счете культура ведет к мазохизму. Менялись, конечно, и некоторые функции искусства в его системе, сам по себе Фрейд рос понятное дело в Вене, которая была одним из центров европейской культуры, в том числе и экспериментальной. Театра, декоративного искусства, именно в Австро-Венгрии возник например стиль, который называется Бидермейр. Собственно, что такое Бидермейр? Это адаптация дворцового стиля к жизни мещанцев. То есть, когда, например, мы видим хрустальную люстру, которая висит в квартире. Хотя ясно, что хрустальная люстра уместна только во дворце, где соответствующие потолки, зеркала, где она производит спецэффекты, а в нашей стандартной квартире с низкими потолками хрустальная люстра не очень уместна. Но стиль Бидермейр это такая мещанская адаптация дворцового стиля. И вот как раз в Австро-Венгрии развивался этот Бидермейр и Фрейд во многом питомец этого стиля. То есть, стиля, который настаивает на том, что разного рода высокие образцы придворные можно адаптировать. Например, придворный танец превращается в мещанский танец. Дворец с зеркалами и люстрами. Обычную городскую квартиру. Какая-нибудь античная трагедия в такую мелодраму. Ну и можно вспомнить допустим венскую оперетту. Например, как такое тоже Бидермейр. То есть, приспособление оперы к мещанским сюжетам. Что опера сообщает о жизни королей о каких-то таких вот сказочных таких баснословных временах. В то время как оперетта она рассказывает о, по сути дела, используются оперные сюжеты, но пародий снижен. Она рассказывает о жизни простых людей и как бы герои, боги, цари превращаются в каких-то там современных суетливых мещан. но вспомнивают Елену прекрасную Афенбаха. Используется гомеровский сюжет с участием богов и героев, но при этом все представлено как такая мещанская, в общем-то, такой бульварный роман, где все выясняют просто отношения, интригуют там, заодно критикуют, высказываются о политике, об экономике. То есть такая атмосфера какого-то либо нынешнего парламента, либо нынешней прессы филетонов, хотя за основу взят античный сюжет и даже соблюдена в целом канва этого сюжета. Но он превращен просто в филетон, в такой памфлет, собрание мемов и цитат, потому что эту Елену прекрасную тоже в конце 19-го, в начале 20-го века цитировали все. Вот и ставили ее в начале 20-го века где угодно. То есть вот венский стиль это стиль такого легкомысля и адаптации каких-то высоких образцов к обычной жизни. По этому поводу было много шуток, например, есть анекдот про немцы-австрийцы, которые сидят в окопе в конце Первой мировой войны. Немец говорит То есть положение серьезное, но небезнадежное. Австрийц отвечает на это То есть нет, нет, положение безнадежное, но несерьезное. То есть такое опереточное отношение ко всему как чему-то несерьезному. вот даже по этой угрозе смерти. Вот и вот как раз например если брать тот же Эдипов комплекс, понятно, в основу положена трагедия Сафокла Эдип царь и сюжет соответственно убийства инцеста двойного преступления и Фрейд доказывает, что этот сюжет он в той или иной мере воспроизводится уровень индивидуальной психики у каждого человека, по крайней мере у каждого буржуазного человека. Можно допустим не увидеть Эдипов комплекс первобытных людей, но например везде где есть собственность, где есть наследование от отца к сыну, везде этот Эдипов комплекс как механизм взросления психики будет появляться. То есть он фактически берет трагедию, но скорее ее освещает в духе не то классицизма, не то вот этого мещанского бидер мейера. Почему? Потому что тот же Эдип действовал так, потому что боги ему велели, потому что это трагедия рока, античная трагедия трагедия рока, в то время как в случае значит например того же какой-нибудь венская оперетная это там действует не рок, а характер, какие-то маски какие-то и как бы с каждым человеком может произойти что-то, что происходило только с богами. Ну, когда, допустим, амплуа, оперетик, весь какой-нибудь мрачный господин в плаще, то есть раньше это был какой-то божественный рок, а теперь это какой-то такой вот незнакомец авантюрист, то есть все опускается на уровень мещанства, ну и Фрейд по сути дела рассматривал особенности городской мещанской психологии, потому что это были люди, это и была его целевая аудитория, это и были его пациенты. И, конечно, Фрейд разумеется буржуазный человек должен пониматься широко, не только как человек житель большого города, вроде там Вена или Парижа, ну и вообще человек с какого-то момента. Но не случайно, разумеется, Фрейда больше всего из русских писателей понятное дело вытавлял Достоевского. Почему? Потому что Достоевского по сути дела уже описан фрейдовский человек. То есть человек, который руководствуется не разумом, а желанием. Сколько бы он ни был умный, все равно желание оказывается сильнее, чем расум. Там все равно он одержим какой-то идеей, одержим какой-то каким-то влечением, какой-то роковой любовью, какими-то и будь он трижды праведен, как князь Мышкин, или умен, как умные все Карамазовые, будь он интеллектуалом, как Иван Карамазов, или праведником, как князь Мышкин, все равно область сексуального она берет всегда верх. И вот это, конечно, было такое неожиданное для читателей Достоевского, что почему сюжеты Достоевского часто кажутся очень мелодраматичными, все эти бросания денег в огонь, все эти проламывания черепа, все эти Карамазову старшему проламывания черепа старушки-проценщицы, то есть это как будто плохой детектив какой-то, вообще совершенно такое бульварное чтиво. Вот, а при этом Достоевский великий гений именно поэтому, что действительно человек Достоевского это человек Фрейда и человек 20 века. То есть человек, который руководствуется либидо, в конечном счете, именно оно берет верх над любыми разумными масками, над любыми выстраиванием себя в качестве рационального, ответственного субъекта, что в конечном счете человек постоянно проявляется животное, что Достоевский очень любил эти слова по Паскалю, что человек это нечто среднее между животным и ангелом, что в человеке есть чисто как бы интеллектуальная сфера, вот это такое сверх я, и вот это оно, то есть чисто животное влечение, чисто животное либидо, чисто животное стремление, вот это вот оно, даже иногда употребляют слово инстинкт в английских переводах Фрейда, но сам Фрейд это слово не употреблял, хотя в английских переводах Фрейда в разных период встречал. Вот, и, конечно, Достоевщина это, в общем-то, такая основа Фрейда, причем сам Фрейд разобрал творчество Достоевского в своей эссе «Достоевские самоубийства», «Достоевские отцеубийства», когда он говорил о том, что у Достоевского был специфический тип комплекс, сведенный исключительно к убийству отца, что он постоянно это совершал в своих романах, что действительно несколько раз отец гибнет, еще в братьях Карамазовых, и вот как раз Выгодский это критикует, потому что показывает, что остальные сюжеты Достоевского отцеубийства не сводимы, что всегда у Достоевского есть область ответственности героя, и которая не... И так как у Достоевского действует всегда несколько героев, это всегда некоторая такая конфигурация с героем, то как раз Выгодский доказывал, что Достоевского объяснять только по Фрейду, не вас... Допустим, мы объясним поведение Раскольникова каким-нибудь эдиповым комплексом или каким-то еще, что он хочет убить отца, вместо этого убивает старушку, как бы убивает капитализм там, то есть вполне мы можем это как раз шифровать по эдиповому комплексу, но допустим уже Разумихина, Порфирия Петрович или Сонечку мы уже так не расшифруем, то есть именно конфигурация героев Достоевского мешает исполковать Достоевского только по Фрейду. Здесь, конечно, Выгорский спорил с Ермаковым, такой был филолог, фрейдист, который как раз пытался всего Достоевского перечитать через Фрейда. Видит, Достоевский прежде всего своего рода диагноста такого, который поставил просто диагнозы всем героям. Но как раз Выгорский настаивает на том, что, конечно, можно литературу использовать для такой диагностики. Ну, как, например, мы можем говорить, что там обломов находится в депрессии, флегматике. Но ясно, что это будет просто использована в литературе в качестве иллюстрации. Не истолкует нам, как устроен роман, а истолкует просто меланхоликов или людей в депрессии. Или там можно говорить о том, анализировать, например, депрессию Анны Кореевны. Как бы депрессия Анны Кореевны не объясняет причину всех конфликтов в романе Анны Кореевны. Это просто психиатр использует иллюстрацию басни, некоторый иллюстративный материал. И примерно в то же время, что в Игодске очень многие думали о Достоевском, очень много его обсуждали в 20-е годы, потому что после революции, которая была очень романтичным событием, как раз страсти в духе Достоевского оказались на повестке обсуждения. Толстой все-таки казался слишком аристократичным, а вот через Достоевского объясняли революцию. Например, Бердяев назвал Достоевского духом русской революции. То есть, что он изобразил таких страстных людей, людей и детей типа Раскольникова, что это и есть большевики, которые и сделали революцию. И таких было много и результатов в конце концов стала книга 1029 года Михаила Михайловича Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», где как раз Бахтин тоже выдвигает антифрейдовскую теорию, согласно которой главный конфликт у Достоевского это конфликт в общем-то не психической жизни, а типов знаний. То есть, герои, говорит Бахтин, основная мысль его книги, обычно знают друг о друге. Вот. Потому что он, например, сравнивает как по-разному устроенные жизнь героев у Достоевского и у Толстого. У Толстого герои, понятно, сам Толстой все не знает, поскольку он пользуется как бы привилегией автора и привилегией человека, принадлежащего к тому же как бы аристократическому кругу. Но герои все связаны своими предрассудками, своими знаниями. То есть, как бы автор выступает как такой всемогущий бог, который знает обо всех героях, что с ними произойдет, выстраивает их систему. Тогда как герои, каждый, в общем-то, живет в своем мире. Там мир Элен Курагин один там, мир Пьера Безухов совсем другой. И конфликты построены во многом на непроницаемости этих миров. Что все это миры совсем там разные. Люди, оказывается, не могут быть, допустим, вместе из-за того, что просто их миры не совпадают. Вот. Тогда как у Достоевского наоборот, люди все вместе, потому что миры проницают. То есть какой-нибудь Порфирий Петрович проникает в голову Раскольникова. Потом Соня проникает тоже в голову Раскольникова и начинает ему там Евангелие читать. То есть каждый герой Достоевского это в некотором смысле маленький бог, а не просто человек. Это в какой-то мере сверхчеловек такой понятий, который может проникнуть в сознание другого героя, понять жизнь этого сознания, устроить скандал, то есть как бы говорить о покушении на свое сознание, что кто-то в мою голову проник. То есть если мир Толстого по Бухтину это такая закрытая система, где есть характеры, где есть типы, где есть исследование такое лабораторное, как ведет себя отдельный герой, как там поведет себя Пьер Безухов в такой ситуации, как-то поведет себя Анна Каренина, в такой-то ситуации. То есть Толстой сможет на все свысока как экспериментатор, как экспериментатор думает, вот это червяка такой-то кислотой обольет, что он дальше будет действовать. А при этом червяка он не спрашивает. А вот у Достоевского как бы выступает, как говорит Бахтин, автономный сознание. То есть в некотором смысле Раскольников он в чем что-то лучше понимает, чем сам Достоевский. И действительно у Достоевского очень часто его собственные рассуждения могут быть даже плоскими. Ну понятно, что у Достоевского было много своих предрассудков, не любил поляков. и понятно, что это не лучше, что мы знаем о Достоевском. Что у него много антипольских, антисемитских каких-то выпадов. И понятно, что это как бы здесь он просто разделял некоторые предрассудки и какие-то общие убеждения своего круга, своей эпохи и просто говорил на языке своего времени, когда принято было так думать. Но при этом внутри романа, допустим, Раскольников в какой-то мере гениальнее. Достоевский становится гениальным благодаря тому, что он изобразил гениального Раскольникова, гениального Мышкина, гениального множества еще таких гениев и злодеев его романов. Вот. И то есть каждый герой в чем-то вот как бы гениальный автора и как это получается, вот этот принцип Бахтин условно назвал полифоним. То есть многозвучим, когда каждый герой как бы издает свой тон и как бы организует всю музыку повествование вокруг себя, а не вокруг развития сюжета, как обычно в романе. И вот эти наблюдения там у Выгодского и у Любовь Тина, они как раз показывали, что, например, творчество Достоевского разговорить по Фрейду невозможно, хотя сам Фрейд, конечно, во многом вдохновлялся Достоевским и во многом тем человеком, которого изобразил Достоевский. Вот. И дальше, конечно, вопрос о том, как Фрейд понимает искусство, он, конечно, может пришел быть на ряде, на материал, на ряде его статей, которые посвящены искусству. Первая такая крупная статья это одно раннее воспоминание Леонардо да Винчи, которое посвящено истолкованию картины Леонардо да Винчи с изображением Святой Анны и Святой Екатерины. Собственно, для Фрейда эта картина ничто иное, как свое родное исповедь Леонардо да Винчи, то есть рассказ о семейной истории, что у него была и мать, и мачеха, здесь он их изобразил. В складках платья он прочитывает коршуна, то есть символ женственности, символ груди, то есть это некий поиск матери, попытка поставить мать в центр всей композиции. И соответственно он создает идею, что на самом деле эта картина это не столько какое-то репрезентирующее изображение, сколько рассказ о своем Эдиповом комплексе. Что ненависть к отцу это вот мимитическое соперничество, что отец мало заботился об искусстве и о нем, а вот я-то стану настоящим художником. То есть это вот то, что Рене Жерар, такой французский философ 20 века, называл мимитическое соперничество. То есть зависть, которая вызвана тем, что тебе кажется, что какой-то человек плохо делает работу, которую ты бы сделал хорошо. Вот. И это основа любой зависти. Что завидует человек не столько успеху, сколько умения другого человека. И соответственно также там Фрейд объясняет, почему Леонардо перешел от преимущественного внимания к живописи к преимущественному вниманию к науке, к исследованию. Он говорит, что это невротическая регрессия после смерти Лудовика Морфа, то есть отчима. Вот. И заменившего отца наставника. Не отчима, а наставника, по сути дела. И вот это самое, что смерть фактически родного человека, она приводит к тому, что человеку не нашла операция, и он начинает проводить исследования, которые основаны на повторении. При этом Фрейд исходит из того, что живопись это нечто неповторимое, а исследования основаны на повторении. Это довольно произвольное допущение. Во всяком случае, во времена Леонардо скорее наоборот считала, что живопись она подражает образцам или подражает природе, что она меметична, а наука наоборот требует таких вот некоторых богословских или каких-то философских открытий, которые уникальны. Тогда как Фрейд, конечно, руководствуется эстетикой начала XX века, где живопись понимается как постоянное творчество, как создание новых создания чего-то, чего раньше не существовало, тогда как наука как некоторая такая рутинная практика. То есть, здесь мы уже видим, что Фрейд несколько осовременивает Леонардо Де Винчи. И это, конечно, не случайно, потому что главным источником про Леонардо Де Винчи для Фрейда было не, собственно, не чтение самого Леонардо Де Винчи, хотя он заглядывал и в труды самого Леонардо, и в труды о нем. Это роман русского писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского «Воскресшие боги» Леонардо Де Винчи. Дмитрий Сергеевич Мережковский исторический писатель, интеллектуал, своеобразный религиозный деятель. Он действительно был очень популярен в Европе и особенно в немецкоязычном мире. Прежде всего его воспринимали как такого продолжателя Достоевского, хотя Мережковский на Достоевского совсем не похож, потому что Мережковский все-таки и по уровню писательского стоит там гораздо, ну, гораздо ниже там. И вообще как бы он исторически билетрист. В сравнении с Достоевским Мережковским схематичен, часто использует те или иные исторические события просто для иллюстрации каких-то облеченных тезисов и общих мест. И вообще он писатель такой как бы идеологически иллюстратив. И вот для него как раз Леонардо Де Винчи, для Мережковского он был иллюстрацией одной из его главных мыслей о необходимости примирить плоть и дух. Мережковский считал, что историческое христианство не решило этой задачи, потому что простое аскетическое подчинение плоти, простое усмирение плоти разного рода аскетическими средствами привело к бунту плоти. И возрождение он считает, и творчество Леонардо он считает таким бунтом плоти против духа. И воскрешение богов как воскрешение плоти. Но при этом, говорит Мережковский в своем романе, Леонардо Де Винчи при всей своей гениальности решил вопрос освещения плоти. То есть чтобы сделать плоть не просто ее реабилитировать, а сделать ее таким же святым началом, как и дух. То есть как-то преобразить плоть, не бояться ее. Наоборот, постоянно Мережковский показывает, что Леонардо боялся своего тела, побоялся своих учеников, смущался себя. И в общем-то вместо освещения плоти скорее получил некоторые такие неврозы. Что он сделал один шаг, то есть реабилитировал плоть, отказался от эскетического презрения к плоти, но не сделал второго шага по освящению плоти. Потому, чтобы объявить плоть не чем-то святым некой святыне. И он говорил, что практически в Ренессанс это были многочисленные попытки осветить плоть, вернуть античность, вернуть античные красоты, античные пластику. Но это получалось не освещение, а наоборот нечто тайное. в этом романе римский папа спрятал статую Афродиты в распятии, драгоценную статую, поклоняясь распятию, поклоняется Афродите. То есть вроде бы как реабилитирует плоть, доказывает, что необходимо не только мучение, но и культ красоты, но при этом делает это тайно, случайно, то есть это не реабилитация плоти, а скорее ее невротизация. Ну или там допустим Мережковский фактически говорит о том, что ученики Леонардо они в чем-то были последователями, что они там свою плоть больше любили, в то время как Леонардо своего тела стеснялся. То есть было достаточно закомплексовано. По настоящему проблему святой плоти, по мнению Мережковского, решил отчасти Лев Толстой, который как бы благословляет любые плотские проявления рождения ребенка у Фьеры Безуховой и Наташи с этими мокрыми пеленками, и Платона Каратаева, который учит любить весь мир в его конкретной данности. Что отчасти эту проблему решил Лев Толстой, но с одним недостатком, что Лев Толстой отрицательно относился к искусству и к церковной обрядности, и к театру, и то, и другое считал лишним, и что по мнению Мережковского это единственная недостатка, что ему не хватило какой-то театральной игры, что символизм он вернет и театральную игру, и поэтому Мережковский, разумеется, и вся эта компания Сребряного века, они настаивали на всякой театральность, всяких масках, перформансах, всякого рода таких превоплощений паралекинов, коломбин, всякие такие карнавалы и прочее, то есть это по Мережковскому, чтобы довести до конца это начало реабилитации плоти и ее освещения, и таких вот, ну, это, видите, отдельный сюжет, и вот, конечно, Фрейд, изображая Леонарда как дважды как бы закомплексованного человека, с одной стороны, из-за отсутствия, из-за того, что как бы он был разделен между матерью и мальчика, с другой стороны, из-за того, что отец о нем не заботился, а Людовика Мора о нем заботился, то есть вот такая как бы раздвоенность, отсутствие заботы, как бы этим он объяснял скрытность характера Леонарда, то, что у него действует бессознательно и проявляется в этих скрытых складках. Понятно, что искусствоведы восприняли такую реконструкцию довольно скептически, что Коршуна мы на этой картине видим с некоторой натяжкой, это все-таки далеко неочевидно, и кроме того, если это действие бессознательного, то неважно, то необязательно это должно быть связано с неким главным жизненным, с сюжетом, который, опять же, как мы сказали, Фрейд подчеркнул у Мережковского отнюдь не из внимательного изучения Леонарда и его эпохи. Вот, и обычно, конечно, в искусствоведении не говорят о действии бессознательного, но обычно на уровне вот именно каких-то декора или формул папоса. То есть, например, Абиварбук тоже во многом исходил из бессознательного, из-за того, что какие-то вещи художник не осознает, но изображает. Например, там, служанка с развивающимися волосами, она нужна просто для настроения. Она не участвует в сюжете, но она создает определенный пафос, определенное эмоциональное отношение, в какой-то мере выявляет бессознательное художника и зрителя. И вот такие вот как бы некоторые черты, например, что художник, допустим, не задумывается, как рисовать ухо, но именно здесь проявляется его своеобразие. Это было важно для метода Варбурга, что как раз художник самобытен тогда, когда он бессознателен. Вот. Ну, как известно, там, всегда это мы многократно видим, что любые, допустим, попытки сознательно создавать самобытность, там, они часто приводят, там, просто к некоторым натяжкам. Потому что, если человек говорит, что какой-нибудь художник, побуду-ка я самобытным, то он, как правило, становится тривиально. Это всегда видно по графоманам или по плохим художникам, что всем им кажется, что они делают что-то очень оригинальное, тем не менее, им не хватает какого-то бессознательного для того, чтобы в это внести какую-то жизнь, живление, какой-то пафос, какой-то вот этот чуть-чуть, как там Фыготский цитирует Брилова, что картина репрезентирует реальность, но у нее есть какой-то чуть-чуть, который делает ее шедевр, а не простой копией реальности. И вот например, графоманы, они очень часто им кажется, что они делают что-то очень важное, что они делают своеобразное, самобытное, оригинальное, или как допустим, им кажется, что они пишут, как хлеб толстой, потому что вот в Льва Толстого пейзажи, у меня пейзажи, у Льва Толстого герои, у меня герои. Но читаешь и видишь просто графоман, видишь просто нечто вторичное, банальное, хотя человек очень оригинальный в чем-то. Вот. И, значит, это есть, например, Петр Калитин, такой философ, который пишет такие эксцентричные книжки, считает, что она очень оригинальна, например, краткая энциклопедия русской оригинальности. Или крещеная бездна. Или Россия не для нормального. Но ясно, что чем больше он оригинальничает, тем скучнее это читать. Вот. А в то время, когда вдруг начинает проявляться какое-то бессознательное, что-то такое спонтанное, какая-то догадка, что-то вот такое, какой-то принцип, который тобой руководит, вдруг читать становится интересно, вдруг появляется вот какая-то вот эта соль, что действительно именно здесь как бы работает как вот эта вот формула Павлоса. Это то, что заставляет там сочувствовать происходящему и внимательно читать эту книгу, которая может быть достаточно простым описанием каких-то переживаний. например, может человек просто, допустим, графоман пытается написать что-нибудь такое оригинальное, приключенческое, с какими-то интересными поворотами сюжета, а, например, какой-нибудь гениальный писатель может писать, если вы на стуле, но он напишет так, чтобы про это сидение на стуле будет там какие-то экзистенциальные бездны там и прорываться какое-то бессознательное. И будет и смешно, и страшно, и остроумно там. И вот такие, значит, описывается допустим какой-нибудь простой день, там, например, была бразильская писательница такого русско-еврейского происхождения Кларисили Спектр в 20 веке, и у нее как раз замечательные такие короткие романы на 50-100 страниц, где в общем-то фактически такое я сижу на стуле там, но при этом это читается совершенно гениальная проза, потому что там все время прорывается какое-то вот это бессознательное, что этот стул оказывается и бездной, и материнством, и, я не знаю, влюбленностью, что я сижу на стуле, потому что любовь меня приковала к этому стулу. И мы действительно верим. А если бы это был роман на 500 страниц про какую-нибудь там какие-нибудь приключения и путешествия, это могло быть менее гораздо интереснее. И таких вот примеров прорывов бессознательного довольно много. Как раз когда вдруг, допустим, берется какая-то банальная вроде бы ситуация, вот, а пока и смешно, и страшно. Вот, например, сейчас популярный очень спектакль, который в театрах всех ставят, это спектакль Дмитрия Данилова Сережа очень тупой, где, собственно, вдруг программисту звонят курьеры, которых он не вызывал, говорят, что будем в течение часа, и проводят у него час. То есть, как будто такая оговорка по Фрейду, что в течение часа это означает провести час у него. И в результате это получается сразу, хотя это такие банальные разговоры программиста с курьерами, ну, что-то другое можно такого особо интересного сказать. А получилось очень смешно, абсурдное, остроумное, потому что за этим стоит какая-то такая трансформация бессознательная. Следующее это, конечно же, Моисей Микеланджело, работа 2014 года. И в этой работе там значит интересно тем, что в ней изображается по сути дела значит как раз вот то, чем писал Абиварду, то есть формулы пацеса. И всего этого Моисея Микеланджело Фрейд понимает как одну такую большую формулу пацеса. Как некоторый рассказ и об аффекте, и об усмирении аффекта. Здесь Фрейд как раз очень много опирается на искусствоведческую литературу и он ставит вопрос о том собственно что именно здесь изображено. Что здесь изображено как он говорит по сути дела некоторая сублимация преодоление власти аффектов и концентрация. То есть как бы Моисей концентрируется на скрижалях и не хочет их разбивать. Он ставит простой вопрос что Моисей изображен со скрижалями сидячим и при этом гневным хотя библейский Моисей в гневе разбивает скрижали. То есть почему изображение явного гнева оно не связано с какими-либо телесными проявлениями гнева почему тело спокойно. Он приводит мнение искусствоведов одни объясняют тем что это надгробный памятник который не может быть слишком уж аффективным другие объясняли тем что это какой-то конкретный библейский эпизод когда допустим Моисей еще думает разбивать скрижали или нет то есть это некоторая остановка чувств но все эти объяснения Фрейд признает недостаточными и произвольными и говорит что на самом деле здесь конечно поскольку это надгробный памятник папе Юлию Второго который был склонен гневом то здесь как бы Микеланджело вступает в диалог то есть говорит о том что гнев можно преодолеть вот такой концентрацией то есть фактически деятельностью искусства Микеланджело приписывает искусство способность концентрировать и при этом смягчать гнев то есть Моисей это не репрезентация какого-то библейского героя а в некотором смысле репрезентация искусства то есть преодоление аффекта то есть это такая катартическая статуя а вовсе не эпизодическая это не эпизод а катарсис это было очень важно потому что в общем-то европейское мышление с какой-то момент стал понимать статую как часть некой сцены ну например допустим скажем тот же мыслитель Родена или мыслящий что это в общем-то часть композиции то есть человек которого не пускают ни в ад ни в рай то есть это на самом деле образ такого депрессии а вовсе не мысли но стали эту статую воспринимать как некий эпизод размышлений как некий драматический трагический такой мелодраматический эпизод то есть всякая статуя стала пониматься как такой стоп-кадр спектакля а вовсе никак какая-то по-настоящему значит действенная статуя выражающая некую законченную идею в общем-то борьбу с этим начали уже Аби Варбург который говорил что в статую нужно видеть прежде всего не эпизод а формулу пануса что например Геркулес разрывает я не знаю какой-нибудь апофеоз Геракла это не столько как бы эпизод его апофеоза когда с тела его обоженой он возносится на небо вот сколько вот этот вот формула пафоса такого вот страдания которое должно вызвать нашу эмпатию принять в этом участие ну или например у Рильки есть замечательное стихотворение про торс Аполлона про статую Аполлона который остался только торс и он ставит вопрос по сути дела в этом стихотворении почему этот торс прекрасен хотя нет ни рук ни ног ни головы а тело например живого человека с отрубленными головой руками и ногами но в общем-то не будет никакого эстетического впечатления производить оно будет страшно вот тело на поле боя вот и он ставит вопрос что на самом деле этот торс это не что иное как пафос когда остается только тело когда остается только в общем-то некая телесная способность присутствовать в мире и соответственно видеть тебя как он пишет что в этом теле нет ни одной точки которая тебя не видит ты должен изменить жизнь то есть что это не эпизодическое тело не тело погибшего на войне которым отрубили все руки ноги а это просто статуя руинированная руинная вот и смысл этой руины в том что она как бы зрячая она как бы смотрит на вот на нас там и она вот как-то вот смотри она именно она не действует она не участвует в каких-то театральных эпизодах но она как бы непосредственно предъявлена как некий документ вот такая античная пластика и соответственно эта античная пластика она как бы явилась к нам сама и спросила как бы нас достаточно ли мы пластичны достаточно ли мы чувствны достаточно ли в нас развита эта вот культура чувствности То есть вот это вот такое вот явление, эпифания, как говорится по-гречески, или как говорил Джойс, когда непосредственно предъявляется какое-то, допустим, произведение искусства, не как эпизод, не как часть некоторого сюжета, а как нечто явленное, предъявленное, выявленное, выявившее себя там и совершенно, как вы видите, отличающееся от понимания чего-либо как эпизода. Это очень важно для вообще критики искусства XX века, представление о том, что именно искусство само выявляет себя, а не репрезентирует что-либо. И в этом смысле, конечно, Фрейд способствовал утверждению такой точки зрения. Потом очень многие мыслители XX века писали о таком самопредъявлении искусства. Ну, например, Хайдеггер писал в 1936 году, написал работу «Исток художественного творения», «Источник произведения искусства», где как раз говорил о том, что произведение искусства, оно как бы выводит себя из темноты, предъявляет себя. И главная функция не представлять вещи, а выявлять способность вещей каким-то образом относиться к нам, затрагивать нас. Ну, например, он рассматривает башмаки Ван Гога, башмаки самого художника, но видит в них не башмаки художника, а башмаки крестьянки или крестьянина. Вот, где, как бы, от которой налипла земля, то есть это как бы самопредъявление труда. Он говорит, что эти башмаки стоптаны, как человеческое тело в чем-то всегда стоптанно, устало, руинированно. Но оно предъявляет как бы себя, предъявляет весь мир, показывает, что человек как-то связан с природой, как-то космос как-то действует через человека, то есть предъявляет само присутствие человека, а не его участие в каких-то отдельных эпизодах. Ну, здесь можно вспомнить еще, допустим, продолжал эту мысль Хайдеггера Деррида, а в истине живут, если мы еще поговорим об этом. И вот, например, Жак Деррида, французский философ, он, допустим, он однажды писал каталог к выставке Рембрандта, взял основную идею зрячейся слепоту, что Рембрандт часто изображает слепых, слепой Гомер, например, Беуст, слепые старики, но при этом он как бы обучает не просто видеть, но и сверх видеть. И начинает эту свою статью в каталоге, где Рембрандт словами вначале была руина. Ну, то есть руиной он считает само наше зрение, которое постоянно, так сказать, разрушается с самого нашего детства, потому что все-таки мы смертные, наши клетки разрушаются. Но при этом эта руина, вот как Торс Аполлона у Рильки, это некоторая разрушенность, это некоторая такая нарушенность, она способна при этом увидеть, благодаря ней мы можем увидеть то, что находится вокруг нас в бытии. Мы можем увидеть того же Рембранда с его пафосом, с его сверхзрячеством, то есть от того, что наше зрение в чем-то разрушено, в чем-то нарушено, что-то в нем не так. Так, значит, из этого как раз вполне следует, что именно мы можем видеть некоторый замысел у некоторой страсти, некоторая бессознательность, встреча с героями Рембрандта. Но это мы еще с вами обсудим. Пока что, конечно, у меня еще вторую лекцию будут читать о психоанализе. То, что нужно рассказать, будет о Лакане. А пока что я закончу на работе Фрейда 1919 года под названием «Жуткое». В этой работе Фрейд настаивает, 1919 года настаивает на том, что жуткое – это всегда некая такая неотличимость, когда мертвое похоже на живое. Ну, говорите, все помнят сияния Кубрика по Стивену Кингу, где вот эти близняшки Греди, которые не то живые. Поскольку они одинаковые, то они страшны. Дома. То есть это такой отказ от такой домашности. А что такое отказ от домашности? Это боя кастрации. Боя из-за того, что ты лишишься как бы детородной функции, ты не сможешь обеспечивать свой дом. Не сможешь быть по-настоящему домашним. Не сможешь. И вот жуткое возникает там, где нет дома. Ты не нашел свой дом до конца. Где ты чувствуешь себя кастрированным. То есть не способным как бы населить дом своими потомками. И, соответственно, именно тогда и появляется жуткое. Ну, конечно же, речь идет не только о просто реальном произведении потомства, но и о творческом. Понятно, что, например, можно заселить дом своим творчеством. Или своими идеями, или чем-то еще. Потому что это, например, задача философа. Как говорила Барбара Кассен. Философ тот ностальгирует по дому. Поэтому может и быть дом. С Барбарой мы начали. Барбарой тогда сегодня закончим. А то время лекции уже под истекло. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...